здравствуйте друзья шветлана зачитывает вопрос возвращаясь к теме тестирования смотря ваш канал я решил чем буду заниматься по жизни чего я хочу потянув английский я прошел курсы по тестированию и столкнулся с проблем большой конкуренции в украине городки складывается такое впечатление что лучше преподавать тестирование чем так работать в украине это практически единственная отрасль где можно зарабатывать хорошие деньги посоветуйте пожалуйста как выделиться на фоне всех остальных и так можно получить опыт без работы во всех вакансиях указано от того года опыта работы заранее спасибо значит я три вещи скажу значит вещь первое действительно мы наблюдаем когда смотрим вот туда в сторону украины что сейчас пойти как бы становится единственным практически местом где платят валюты где много работает за границей приходит где некоторые конвертировать профессии есть можно поехать там германию англию америку канаду там и так далее если ты грамотный специалист и возник как такой как бы ажиотажный спрос можно можно так сказать я это хорошо вижу по трафику на наших видео по тестированию которые везет в свободном доступе значит это это факт и надо понимать что сегодня вы находитесь в условиях ажиотажного спроса скажем год назад этого не было а сейчас есть теперь как в таких условиях значит конкурировать надо иметь опыт опыт это не обязательно что ты закончил курс и тебя взяли на работу опыт это первое что с чего мы смотрим на опыт что вы раньше делали и вам бы надо препарировать было то что вы раньше делали вытащить из этого какие-то компоненты связанные с контролем качества со стандартами с всякие там как регулей шанс там специфики еще раз там и так далее всевозможные нормативы требования которым нужно соответствовать и как вы им соответствовали то есть вы должны показать некоторую школу жизненную да что вы не вообще с нуля осваиваете что-то вы перестраиваетесь в том в чем уже собственно разбирались более-менее это первое второе вы ходите на курсы значит соответственно я я с трудом себя могу представить курсы где например не было бы там учебных проектов опишите ваш проект напишите что вы тестировали там windows приложение или мобильное приложение для кого она написана там в какой технической среде вы работали какие задачи вы там решали вы писали тест кейсы вы заносили по это ошибки в бак трекинг систему вы проверяли что они подчинены я не знаю может быть там автоматизация какая-то была но напишите вы же делали проект для чего проект это делать по вашему поэтому напишите проект было два проекта сделайте два проекта кроме того в тот момент когда вы пошли на курсы а может быть еще до курсов но сейчас у нас уже получается после значит вы записываетесь идете в google и смотрите где у вас там есть какие-то open source проекты причем не местные украинские а вот где-нибудь в америке в канаде вот их очень много идете на google и пишите там open source project там что-то такое и смотрите я говорил недавно буквально на эту же самую тему и подписывайтесь там на пару-тройку проекта конечно можно было бы на ютест но я понимаю что ютест почти не дает задач людям которые живут за пределами там скажем соединенных штатов может быть там европы европейских стран западноевропейских унесу значит идите в open source проекты напишите в резюме делал то-то и делал то-то и делал то-то вот это опыт это второе то что я хотел сказать значит первое сейчас мы имеем ажиотажный спрос то есть выживает сильнейший что неплохо заставляет вас двигаться и быть сильнейшим значит второй момент опыт абсолютно не проблемная штука опыт это не обязательно что вы работали за деньги где-то третья штука которая может быть не так очевидно не принимайте за чистую монету вот у нас есть вот эти face value как бы да вот то что написано написано доллар на золотом долларе написано 1 доллар а стоит он в зависимости от цены доллара за унцию сколько там унцию я знаю там 1200 а вот некоторое время назад стоило там почти две понимаете так вот есть face value это 1 доллар а есть реальная валью не принимайте объявление о найме это face value а скажите себе что они конечно хотят год но если у меня будет там пару-тройку проектов хорошо описанных никто не обратит внимание на то что у меня нет этого года потому что никто уже не считает этот год это формальность человек может поработать два года и он пишет такое резюме что хочется повеситься понимаете хотя надо жить я больше скажу большинство резюме написанные людьми я не знаю у них реально год или они ваньку валяют но большинство людей у которых есть резюме значит написанная вот так что у него год опыта там или два опыта на них смотреть невозможно от них тошнит понимаете девять человек из десяти не в состоянии написать элементарно не безобразное резюме не безобразная него элементарно хороших но не отталкивающий не дискредитирующие его давайте мне некоторые говорят того то отчет его резюме пишешь пусть бы они сами писали это невозможно понимаете уже даже когда у них есть резюме который я написал и они там пошли куда-то на несколько месяцев и на практику там я не знаю на работы контрактика и они потом что-то дополняют к нему понимаете и вот то что они дополняют уже имея текст когда надо просто продолжить девичек из десяти просто продолжить не могут нормально вот вот в русле того что написано может быть им кажется что они могут но я не знаю я когда смотрю думаешь ради чего все вот вот собственно значит история какая значит покажите класс покажите что вы не такой который вот как все я вам расскажу историю знаете была женщина одна я ей там пытался что-то вдолбить она мне так по-доброму как миша она говорит вот ты думаешь что ты проводник а я с тобой иду и ты меня ведешь она мне не нужен проводник это на мне нужен регулировщик ты мне покажи направление я в нем буду читать я бы с удовольствием было регулировщиком честно сказать гораздо проще быть регулировщиком чем проводником но значит я задумался на этой концепции хотя шоу думал и потом я думаю ё-моё а ведь на самом деле как мало людей которые хотят чтобы у них был регулировщик как мало людей хотят чтобы даже вот у них был проводник очень много людей хотят чтоб у них был носильщик носильщик и вот как только вы говорите себе мне не носил щек нужен мне нужен регулировщик вот я в данном случае ваш регулировщик я вам дал направление бум я не пишу ваши резюме я не нахожу там в гугле эти проекты и не говорю вам о смотри вот это проект и не запишись тут запишись тут заполни эту форму я этого не делаю я вам говорю вот пошел в раз направление два направления три направления в итоге у тебя все должно получиться но для того чтобы у вас это получилось вы должны быть человеком которому нужен регулировщик а не носильщик и не проводник и вот в условиях ажиотажного спроса вот такие по идее должны выживать но с учетом специфики места действия может быть еще блатные это я не знаю это отдельная история у нас здесь такое тоже есть о чем говорить вот ну в общем такой ответ у меня счастливо